МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочется сказать о том, что подходит к завершению. Четвертая интерактивная выставка «Творческие диалоги» с 25 марта по 13 апреля у нас проходила серия бесплатных мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству. Немножечко подробнее расскажу об этом проекте. «Творческие диалоги» — это интерактивный, современный способ влечения посетителя в организацию самой выставки. То есть посетители выставки могут напрямую общаться с мастерами, задавать интересующие вопросы и не только прикасаться к экспонатам, но и участвовать в процессе их создания. Уникальность этого проекта в этом и заключается, что все посетители выставки, гости выставки узнают что-то новое и учатся своими руками изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества. А какие мастер-классы уже прошли на базе отдела народных ремесел? И сколько североморцев посетили эти занятия? В рамках этого проекта был проведен 21 мастер-класс по 14 направлениям декоративно-прикладного творчества. Изначально у нас было запланировано 19 мастер-классов, но по просьбам посетителей, гостей выставки, участников мастер-класса мы провели дополнительный мастер-класс по цветам из капрона и дополнительный мастер-класс по изготовлению текстильной игрушки спящего зайчика. То есть это наиболее понравившиеся, да, скажем так, которые вызвали большой отклик, да? Да, да. А вот, Лит, еще такой вопрос. В мастер-классах кто больше участвовал? Ну, понятно, что, скорее всего, женская половина нашего города. Ну, вот девочки, девушки, женщины, женщины бальзаковского возраста. Вот кого было больше? На самом деле, участники были достаточно, состав участников был разнообразен, и дети участвовали, и взрослые, и люди пожилого возраста, то есть всех возрастов. Проект интересен всем жителям города. Что стало изюминкой проекта этого года, 2017-го? Ну, проект, интерактивная выставка «Творческие идеологии» посвящена Году экологии в России, и все экспонаты изготавливались из натуральных материалов, а образы для работ декоративно-прикладного творчества были подсказаны самой природой, то есть природа выступила источником вдохновения этой выставки. А вы сами поучаствовали вот хоть в одном мастер-классе? Да, я участвовала в создании цветов из фоамирана. Ну и как? Очень такой интересный, яркий нарцисс получился, солнечный, очень осталась довольна. Хочу отметить, что проект «Творческие идеологии» посетило более 200 человек, и завтра у нас состоится подведение итогов в 17 часов. Пользуясь случаем, я бы хотела пригласить всех жителей города на закрытие торжественное 4-го интерактивного проекта «Творческие идеологии». Специальным гостем мероприятия будет певица и музыкант Екатерина Ефремова, а все участники проекта смогут забрать свои работы на память. Замечательно. Ну, давайте теперь поговорим о следующем проекте, который состоится уже в это воскресенье, «Горница-мастеровая». Это очень известный фестиваль декоративно-прикладного искусства. Последние годы он традиционно проходит в Центре досуга молодежи. Вот скажите, в этом году место проведения тоже или есть какие-то изменения? В этом году место проведения остается тем же Центром досуга молодежи. Всегда на этот фестиваль приезжало много гостей из разных городов России. Какова география фестиваля в этом году? В этом году приедут мастера и ремесленники из городов Мурманска, Апатиты, Кировска, из Североморска тоже будут участники, а также из поселков Сафонова, Сафонова-1 и Мурмаши. То есть совсем дальних гостей мы в этом году, к сожалению, не увидим? К сожалению, не увидим. То есть они были приглашены, но по всему обстоятельству не получилось. Ну что ж, будем довольствоваться работами мастеров нашего Кольского полуострова. Да. Какие виды декоративно-прикладного искусства будут представлены на фестивале и сколько мастеров изъявило желание принять участие? Всего мы приняли в этом году 80 заявок на участие. Будут представлены такие направления декоративно-прикладного искусства, как кружевоплетение, бисероплетение, флористика, роспись по стеклу, роспись по дереву, роспись пряников, цветы из капрона, из фоамирана. То есть очень много различных направлений, очень интересных, необычных. Составление композиции из конфет. Я думаю, что будет всем жителям города интересно посмотреть. Что-то новенькое, между прочим, в этом году, потому что ни пряников, ни конфет раньше не было. Да, и в этом году будет очень много керамики на выставке. Очень интересно. А будут ли сюрпризы в программе фестиваля? И будете ли вы придерживаться традиционной формы его проведения? Форма, скорее, будет традиционной, но всех гостей и мастеров ждет много сюрпризов. Будет торжественная программа, выступления фольклорных коллективов. Всех гостей, мероприятий, фестивалей смогут приобрести понравившиеся изделия на ярмарке народных ремесел и художественных промыслов. И в этом году у нас будет очень большое количество мастер-классов по различным направлениям. Как раз-таки гости фестиваля смогут попробовать себя в росписи пряников, в росписи по дереву, в мезинской росписи. Мы пригласили к участию заслуженного художника России и художника Театра Северного флота Чебатурину Раису Сергеевну. И она с радостью согласилась провести мастер-класс по мезинской росписи. Тоже очень интересно. Это замечательно, потому что Раиса Сергеевна сама по себе очень интереснейший человек, доводилось с ней общаться. Лидочка, но пользуясь случаем, вы можете как раз пригласить жителей нашего города прийти на этот фестиваль «Горница Мастеровая». Мы приглашаем всех гостей и жителей города в это воскресенье 16 апреля с 12 до 17 часов посетить юбилейный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Горница Мастеровая». Это отличная возможность зарядиться творческим вдохновением и прекрасно провести выходной. Лидия, я благодарю вас за полезную и интересную информацию. Конечно же, мы придем на фестиваль «Горница Мастеровая», будем по возможности даже участвовать в мастер-классах. Ну и до новых встреч в нашей студии! До новых встреч! Всего доброго! Всего доброго! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!